Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Хлебное дело. Рязанская городская дума сегодня решала судьбу муниципальных предприятий. Новомичуринск в Желтом. В городке капитально ремонтируют пятиэтажки. Дворовое бездорожье. Кто в ответе за придомовую территорию? Комментарий юриста. Судьбу хлебозавода и дома юнатов определили сегодня депутаты Рязанской городской думы. На повестке дня было 15 вопросов, но именно имущественные стали главными. В чью юрисдикцию перешли объекты, знает Валерий Седов. Оставить нельзя передавать. Запятая в этой фразе применительно к хлебозаводу номер 3 вызвало наибольшее количество споров и обсуждений. Депутатский корпус согласился, что ситуация на предприятии сложная. И чтобы избежать банкротства, необходимо согласовать сделку о залоге здания. Я предлагаю вложить этот вопрос. Вернувшись к его суде администрации, нужны кадровые изменения. Вы послушаете, что говорят жители города. Послушайте, что говорит коллектив из этого предприятия. Значит, что нужно изменять кардинальным образом. Потом давайте. Споры о судьбе третьего хлебозавода выдались жаркими. Помимо кадровых изменений, народные избранники говорили и о маркетинговой составляющей на муниципальном предприятии. Дескать, незадача это власти подменять собой менеджеров. Хлебозавод номер 3, по словам чиновника, производит только 5% хлебобулочных изделий в городе и области. Но из-за долгов по налогам здание все-таки передали в залог для предоставления отсрочки на год. Сумма долга 15,5 миллионов рублей. Само здание оценили в 26 миллионов рублей. Другой важный вопрос – это судьба торгового городка. Предложено передать его из муниципальной собственности в собственность региона. Я предлагаю на эти счеты, чтобы здесь именно участвовать подходящий непосредственно, то есть непосредственно при заседании к другому городу до времени. Я понимаю, что после завершения торгового будет возможность мы туда в какой-то форме, через хозяйственные яркости. Или время переместить, или, соответственно, посмотреть, какое место для жителей, которое непосредственно там поживает. В итоге имущественный комплекс торгового городка перейдет из городской в государственную собственность Рязанской области. Это объект культурного наследия регионального значения. Достопримечательное место – Рязанская областная сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставка и дом юнатов с садом. За перевод депутаты проголосовали единогласно. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В городе Новомичуринск Пронского района большая стройка. По программе капитального ремонта здесь обустраивают крыши и обновляют фасады пятиэтажек. Из серого превращают в желтый. На улице Смирягина в Новомичуринске большой аврал. Сразу нескольким домам меняют одежку. Из унылого серого эти дома превращаются в бело-желтые. Но это лишь видимая часть работ. По программе фонда капремонта здесь начисто перекладывают крышу, меняют инженерные сети. На языке специалистов это 26 конструктивных элементов. И что самое важное, все работы подрядчик ведет за свой счет. Ну или почти за свой. Подрядчику оплачивается аванс в размере 10%. Все остальные работы он выполняет исключительно за свой счет. Ну, для этого договором и предусмотрено, что подрядчик, во-первых, он должен быть в реестре квалифицированных подрядчиков. Только после этого он имеет право, допускается к электронному аукциону и может участвовать. Аккуратная табличка на доме номер 19 дает исчерпывающую информацию. Кто, когда и в какие сроки подрядчик обещает уложиться день в день. Участвовал порядка 10 домов, фасады, кровли, система водоснабжения, горячая, холодная. Выполнены, значит, закончены практически два фасада, две крыши. В работе еще три фасада и две крыши у нас, получается, незаконченные. Мы планируем в этом году все закончить, ну, в течение месяца, я думаю. В этом году в Рязанской области капитально отремонтируют более 500 домов, 1100 конструктивных элементов. О том, почему в этом году с подрядчиками фонд капремонта работает по новой схеме, куда конкретно идут деньги с платежек населения и можно ли приблизить дату капремонта своего дома, смотрите в программе «Городские встречи», которая скоро выйдет в эфире нашего телеканала. Максим Васильев, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Мы продолжаем рассказывать о новых продуктах на рынке трудоустройства. Субсидированный найм – новинка. Этого года проект предусматривает частичную компенсацию затрат работодателя на выплату зарплаты. Герман Гущин подробнее. В 2021 году правительство разработало специальную программу субсидированного найма. Она предусматривает частичную компенсацию затрат работодателя на выплату заработной платы гражданам. В данном случае речь пойдет о социальных выплатах работодателю при приеме в штат безработных. Программа субсидированного найма была поддержана правительством Российской Федерации. Эта программа предусматривает субсидию работодателям за найм безработных лиц. Это зафиксировано в 362-м постановлении правительства, где предусматривается выплата работодателям субсидий из фонда социального страхования. Для участия в программе работодателю необходимо подать заявление через портал «Работа в России» с указанием имеющихся вакансий. Центр занятости подберет подходящего кандидата и организует собеседование. Если обе стороны все устраивает, то безработный человек получает рабочее место, а работодатель субсидию в размере трех мрот, то есть 45 тысяч на выплату зарплаты. За пять месяцев действия программы работодатели региона подали уже около 250 заявок, чтобы укомплектовать штат на 2000 сотрудников. Работник может трудоустроиться только лишь на полный рабочий день и зарплаты не ниже минимального размера оплаты труда. Работодатель в течение месяца после этого устройства может подать дистанционно заявку в фонд социального страхования. И, соответственно, фонд социального страхования проверит данные работодателя и работника и в течение 10 дней перечислит субсидию на расчетный счет работодателя. Единственное условие, которое должно быть соблюдено работодателем, это на 15 декабря сохранить занятость трудоустроенных работников не менее 80%. Наиболее востребованными профессиями, которые ищут в рамках программы, оказались менеджеры, инженеры, программисты, продавцы. За пять месяцев работы программы в Рязанской области уже трудоустроено более 100 человек, которые работают в разных уголках нашего региона. Однако получить субсидию могут не все работодатели. Не участвуют в программе бюджетные, казенные и автономные учреждения. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 30% всех обращений в правозащитную организацию и в общество – это обращения на тему жилищно-коммунального хозяйства. Такую статистику приводит председатель общества защиты прав потребителей Олег Попов. И самое серьезное недовольство связано с содержанием придомовых территорий. Дорог и тротуаров во многих дворах просто нет. У жильцов улицы Зубковой 30, что называется, накипело, как отмечает Марина Романюк. Едва покинув порог собственного дома, жители Зубковой 30 сталкиваются с препятствиями, которые в хорошую погоду создают сложности автомобилистам, а в плохую становятся непреодолимыми и для пешеходов. Вы сталкиваетесь с оказанием услуг, не отвечающих требованиям качества безопасности. Услуга называется содержание на квартирных домах, повторюсь, которая относится в том числе к придомовой территории, являющейся общедомовым имуществом. Если общедомовое имущество, за которое вы платите, ТСЖ или управляющая компания не отвечает требованиям качества безопасности, вы можете предъявить соответствующее требование. Если получили вы ушиб или упал ваш ребенок, или разорвал одежду, или повредил велосипед, самокат, вы можете предъявить требования о возмещении убытков, связанные с расходами на лечение или с возмещением имущественного вреда, причиненного вам. Задача выехать из собственного двора усложняется еще и тем, что эта дворовая дорога единственная на несколько домов. С другой стороны, от дома объезд разбит напрочь. Альтернативную дорогу в соседнем дворе перекрыли, построив бассейн «Капитан». Разбитый асфальт во дворе, единственная дорога на сотни жителей, постоянные пробки уже на выезде из дома. Крайне надоели жильцам. Вообще тут у нас немножко дороги все вышли из строя, уже все старые. За дома вообще не проедешь, особенно когда какая-то мусорка подъезжает. Альтернативы уже нет. Либо ждешь, пока мусоровоз уедет, полчаса ждешь, и здесь уже за домом проехать невозможно. Асфальт там весь вскрылся или вспучился. Была альтернативная дорога у нас, где Зубковый 30, закрыли ее капитаном. Теперь ее вообще там невозможно проехать. Одна дорога на два дома вдоль нашего дома по Зубковой 30. Если мусорка разгружается, то все, мы стоим во дворе, ждем все по минут 20-15. Собираются даже пробки здесь. Скорая застряла у нас зимой на подъезде. Все, все стоят, все ждут. Выехать, проехать вообще невозможно. Дорог абсолютно нет. Сзади дома дорога тоже абсолютно отсутствует. И вообще, я не знаю, как здесь ездить. И одни ямы. Ямы на яме. Дорога за домом совершенно отсутствует. Самое обидное, что у нас из Рязани по полю до Аки можно доехать. А за домом по асфальту не проедешь. Вот, смотри, после зимы вообще совсем дороги не осталось никакой. Я вот здесь, кстати, колесо пробил. Вообще чудом выехал. В общем, ужасная дорога. Слов больше нет никаких. Исправлять эту ситуацию должна управляющая компания. Каждый из нас ежемесячно платит некую сумму, которая в статье расходов обозначена как содержание жилья. Многие, кто платит за жилищно-коммунальные услуги, порой не осознают, что часть денег, которые мы отдаем управляющей компании или ТСЖ, должны использоваться на содержании придомовой территории, к которой относится тротуар и дорога, которая внутри вашего многоквартирного дома. В заключение о том, какие вы понесли убытки, может дать эксперт-товоровед или медицинское учреждение. Если досудебная претензия не удовлетворена, можно обращаться в суд. Причем, выступая как потребитель, пострадавший в этом случае освобождается от уплаты госпошлины. Причем в суде потребитель вправе требовать и компенсацию убытков, и компенсацию морального вреда. А вот что по ситуации с дворовой территорией 30-го дома по улице Зубковой сказали в управляющей компании. Вы можете позвонить 22-49-49, это диспетчерская. Они у вас имут заявочку, а вы позвонили в техотделы. Здесь постамастер на участке. По рекомендации техотдела мы перезвонили в диспетчерскую по указанному номеру. Вы не сюда звоните, это диспетчерская. Вам нужен технический отдел, сюда звоните. Так технический отдел нас сюда отправил. Нет, нет, неправильно. Это технический отдел, вам можно сказать. Там у нас сидят все мастера, залы, они могут только вам это сказать. Я диспетчерской информацией не владею. Проблема жильцов достигла своего апогея, и молчать они уже вряд ли станут. Как разрешится история с заблокированным? Блокированным, отсутствием адекватных проездных дорог двором мы будем следить. И обязательно расскажем в следующих выпусках. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». С наступлением осени о важности соблюдения правил дорожного движения стоит напоминать не только водителям, но и пешеходам. Студентов и школьников на дороге становится все больше. И за юными участниками движения, как считают полицейские, нужен глаз да глаз. Перешел дорогу правильно, получил сладкий приз. А если всех тонкостей не знаешь, то у них напомнят юные инспекторы дорожного движения. Вот они, ребята из отряда ЮИД 7-й школы города Рязани. Сегодня они разъясняли правила самым юным участникам дорожного движения. Всем детям младшего школьного возраста, переходящим дорогу, согласно правилам дорожного движения, по пешеходному переходу, юидовцы вручали памятки с напоминанием о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также сладкие презенты, полезные подарки. За лето, проведенные в оздоровительных лагерях или в деревне, легко забыть основные правила дорожного движения. Поэтому напоминать даже, казалось бы, такие элементарные вещи стараются не только педагоги на уроках, но и такие же ребята. Ровесники этих самых школьников. Таким образом, педагоги и сотрудники госавтоинспекции хотели обратить внимание детей и взрослых, сопровождающих детей в школу, на необходимость соблюдения требований безопасности на дороге. Акция эта не новая. Ее проводят регулярно. Да и в этом году единственной она не станет. Сотрудники госавтоинспекции будут ее продолжать. Тем более, что в этой акции они не одни. Им помогают преподаватели и юидовцы. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Финансовые продукты с доставкой на дом теперь доступны и в Рязани. Областной центр вошел в число городов, жители которых могут открывать вклады в банках по всей стране. Достаточно один раз зарегистрироваться на финансовой платформе и подтвердить представителю личность через портал госуслуг. Затем все операции можно проводить дистанционно. Маркетплейс позволяет сравнивать разные предложения и выбрать наиболее подходящий. Даже если его представляет банк за сотни километров. Не нужно думать и о времени работы офиса, ведь открыть вклад можно круглосуточно. Через электронный магазин можно оформлять полисы и ОСАГО и покупать облигации. Ну а в ближайшее время появится возможность оформлять кредиты. На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok